Судаты, которые начали отвечать, не все, а так ограничено. Это права человека. Вот он у него есть дворняшка, он хочет ее плодить, плодить от нее щенком, имеет полное право. Хотя почему? Я не понимаю. Человек имеет маршрутку, но он должен выполнить определенные правила, для того, чтобы встать с ней на маршрут и возить пассажира. Почему точно так же владеет собаки, где должен выполнить определенные правила, чтобы получить разрешение плодить в животное. Это потом, значит, пытаясь мы ввести в эти правила содержания домашних животных, о том, что каждый заведший себе собачку обязан адресировать ее по послушанию. По защите. Как хочет. Вот так же сказали депутаты. Современные про народ беспокоились, а про свои доходы. Точно так же сказали депутаты. Я хочу сказать, даже если это досмотры, то это абсолютно правильно. Почему-то, когда мы требуем, чтобы машина прошла техосмотры, мы же не говорим, что это забота не о пешеходах, которые подошли, не о водителях, а о набивании кошелька. Я хочу сказать, что есть предложение отменить эти техосмотры. Рассматриваются, кстати, в МВД Украины. А между прочим, ни в одной стране нет техосмотра. Это только в Советском Союзе. Это бороться можно. Никто не спорит. Каких-то животных надо. Но, во-первых, это нужно делать бумажные способности. А самое главное, надо бороться с кричитом. То есть самое первое, это регистрация. Полная регистрация всех животных. И для того, чтобы кремение, чтобы они и чипов, это уже вопрос, оказавшаяся на улице собака, если ее поймали и проверили, что она принадлежит Иванову Ивану Ивановичу, его надо спросить по всей строгости, почему у нас собака оказалась бесхозной на улице. Вот это правильно. Вот тогда, тогда получится что-то. Кто этим должен заниматься? И кто в праве решать? Конечно, дорогой исполнительный оглас. Исполком. А вот это вы должны быть истратчей. А? А? Исполком. Исполком. Это на самом деле. Нет. Да, вы не читайте. Успокойтесь, пожалуйста. У меня новое предложение. Хорошо, я почитаю. На консолинированное зрение. Все индивидуальные точки зрения. Опять-таки, можно в 353 кабинет занести, и они будут направлены в нашу ЖКХ, и так и будут. Но если мы имеем возможность выйти совместно на консолинированное решение от всего консультативного нашего совета, то давайте, ощущая необходимость, чтобы это предложение всем прислось по душе, сейчас озвучим эти предложения и примем или не примем. Давайте так. Вот общество защиты, они подготовили предложение. Пусть они сдадут. Пожалуйста, предложите. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Предложение так. Они их уже озвучивали. Передать их, что правовой департамент все-таки изучил. Маглядь, что человек, соответствует закону или нет. Мы хотеть можем многого. Существует закон. У них есть предложение. Может быть они, и я так понимаю, что они очень правильные. То есть передать сюда. Здесь поручить правовому нашему департаменту юристов. Сделать заключение правового. Соответствует он закону, не соответствует закону. Имеет ли исполком принять какое-то решение. Либо это совет имеет право, либо вообще мы не имеем права этого решения. Потому что мы можем сейчас принять решение. Давайте будем клеймовать всех собак. А может это закон? Мы же не специалисты. А почему вы не имеете в виду? Это вопрос, что незаконно сейчас отстреливать живет. Да нет, я же вам говорю. Одну минуточку. Вы слушайте, пожалуйста, что я говорю. Я говорю, ваши предложения передать сюда, в правовой департамент, для того, чтобы проанализировать. У вас какая-то вот команда такая. Вы все вокруг дилетанты, одни вы профессора. И даже слушать не хотите. Даже когда вас поддерживают. И здесь прозвучало еще, я не знаю, зайдемся ли мы во мнении. Нет, но прозвучало обратить внимание исполнительной власти на невыполнение вот этих вот правил, которые они приняли. Могли бы такое решение принимать или нет, да? Что-то мне выполнить. Ну, вы здесь звучали, я выполняю. А у нас есть конкретное предложение к общественной организации. Вот вы говорите, вас не привлекли, когда депутаты городского совета принимали программу. Привлекали. Я не об этом говорю. Нет, 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 сейчас. Вот у меня прозвучало к вам. Вот вы здесь в программе и правилах, да? Здесь есть одна идея. Вы сейчас в программе и правилах, да? Да, в программе и правилах два. Вот я говорю сразу одну. То есть они как-то с собой взаимосвязаны. Так вот одним из моментов в программе и правилах отмечается, что на законодательном уровне не установлена ответственность за вот то, что идет какое-то нарушение. Так вот у меня к вам просьба. Давайте разделим то, что имеет городская власть, и то, что имеет законодательная власть.